Жюль Верн Вокруг света за 80 дней Это был торговый пароход, из труб которого валили густые клубы дыма Филиас Фок нанял лодку и был доставлен к Генриете Капитан Генриеты был на борту Генриета готовилась отплыть через час в Бордо И поначалу капитан отказывался доставить путников до Ливерпуля Когда же Филиас Фок предложил ему 2000 долларов За каждого человека из их компаний Капитан изменил свое мнение на прямо противоположное Полдень следующего дня на мостик взошел человек, чтобы определить координаты судна И это был не капитан Спиди, совсем нет А капитан Спиди был заперт на ключ в своей каюте и рычал там от гнева Все произошло очень просто Филиас Фок хотел отправиться в Ливерпуль И капитан решил отказаться от их договоренности и не отвозить его туда И пока сам капитан был на борту, Филиас Фок нашел отличное применение своим банкнотом Который раздал экипажу судна Который и так был не в ладах с капитаном А потому полностью перешел на сторону путешественников 13 декабря ветер сменил направление на юго-восточное И стал еще сильнее Мистеру Фогу пришлось убрать паруса и усилить пары Однако движение парохода все равно замедлилось Еще два дня судно шло на всех парах Однако 18 декабря механик поставил мистера Фога в известность Что угля осталось меньше, чем на один день Не убавлять огонь и поддерживайте давление пара Затем Фог подозвал паспарту и велел ему привезти капитана Спиди Спустя несколько минут на мостик ворвался капитан Спиди С лицом побагровершим от ярости Пират! Я позвал вас, сэр, чтобы просить продать мне ваш корабль Нет! Тысячи чертей! Нет! Дело в том, что я буду вынужден сжечь его Сжечь мой корабль? Да, по крайней мере деревянные части, ибо у нас не хватает топлива Сжечь мой корабль! Корабль, который стоит 50 тысяч долларов! Вот вам 60 тысяч Разберите все деревянные части и топите ими котлы В этот день палуба юта, каюты, койки и вся мебель ушли на то, чтобы поддерживать пар на полном давлении В итоге Генриетта стала походить на плавучий понтон В этот день показался ирландский берег Около часу ночи во время прилива Генриетта вошла в порт Квинстаун Ауда, паспарту и фикс в половине второго ночи запрыгнули в поезд, который на рассвете достиг Дублина Так что путники смогли без промедления пересесть в поезд, идущий в Ливерпуль Без 20.12.21 декабря Филлис Фокк сошел на Ливерпульскую набережную От Лондона его отделяло всего 6 часов В эту минуту к нему подошел фикс, положил ему руку на плечо Филлис Фокк, я офицер полиции Именем королевы вы арестованы